Действующие по букве закона или законом преследуемые. Вот уже почти два года, как в России, деятельность таксистов регулируется нормами законодательства. Правда, регулируется это громко сказано, утверждают сами извозчики. Изначально введение закона о такси должно было резко сократить число так называемых бомбил. На деле же их стало только больше. Проблемы ноябрьского такси обсуждали в городской администрации на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Кирилл Мигель выслушал все стороны. Хотелось как лучше, а получилось как всегда. Закон о такси, который работает без малого два года, на деле, говорит руководитель соответствующей отраслевой секции ноябрьского союза предпринимателей Александр Бондарчук, не только не работает, но и в первую очередь сбьет под тем, кто решил его соблюдать. Ноябрьск в этом плане все больше напоминает театр боевых действий. И расклад сил здесь явно неравный. Так называемых бомбил на дорогах не то, что не стало меньше. Их больше в разы. Причина тому – отказ работать легально и сдача лицензий десятков водителей. Такое вот своего рода дезертирство. Практически два года назад в этом зале Андрей Иванович Косяненко собирал всех таксистов и призывал к тому, что все-таки нужно работать по закону. Швецов Сергей Николаевич здесь, в этом зале объявил всем таксистам 14 способов у него, чтобы повлиять на данную ситуацию. Чтобы навести порядок. Порядка нету. Приводит Бондарчука конкретные цифры. На 10 апреля в Ноябрьске официально работает 301 таксист. Мало это или много в масштабах города с населением 110 тысяч человек? Судите сами. Для сравнения, в Губкинском открытых лицензий почти столько же, а вот население едва переваливает за 23 тысяча. Нежелание людей регистрироваться вполне понятно. Здесь все упирается в деньги. 6 тысяч рублей – это лишь стоимость регистрации, а еще нужно открыть ИП – 800 рублей, плюс налоги, страховые взносы в пенсионный, а также ежедневные расходы на медосвидетельствование и техосмотр. Можно сказать, что на сегодняшний день быть мобилой гораздо выгоднее, чем официальным таксистам. Также отмечу, что зафиксированы факты закрытия ИП и сдачи разрешения. Тем самым легальные таксисты опять переходят в разряд нелегальных. Сколько человек в городе работает в обход закона, подсчитать практически невозможно. А вот разницу между работой легальных и нелегальных извозчиков, по идее, должны были заметить горожане. И, как показал наш опрос, работой городских служб такси они вполне довольны. Вы знаете, все прекрасно. Меня никогда не обманывали, никогда нет. Очень вежливые, очень обходительные. По телефону отвечают добрым голосом. Все прекрасно. Быстро приезжают. Вроде все вежливые. И диспетчеры, и водители. Никогда не торопятся, не заставляют долго ждать. Я пользуюсь в хорошем такси, и меня все устраивает. Не пугает таксистов и штрафы, хоть и не и велики. Не выдал пассажиру чек – тысяча рублей. Нет на крыше шашечек – еще три. Разрешение – целых пять. В общем счете, получается кругленькая сумма – девять тысяч рублей. Правда, доказать, что конкретный человек целенаправленно таксует нелегально, практически невозможно. В случае чего, пассажиры и извозчики оказываются то дальними родственниками, то друзьями детства. А за услугу водитель и не думает брать с человека деньги. Давайте сделаем совместное дело. Помогите, пожалуйста, нам, своими силами. Потому что я, если честно, руки опускаются. Два года мы просто стоим на месте. Стратегия победы, говорят общественники, уже выработана. Всего-то и нужно обозначить места дислокации войск легальных таксистов специальными знаками. Провести автопробег, то бишь продемонстрировать свою боевую мощь. Ну и последнее – ловить нарушителей, что называется, от бордюра. Новости нашего города.